Мы с вами оказались на территории одного из монастырей. Здесь как бы два такие монастыря, но монастыря фактически есть, вернее, юридически здесь никогда не было. Вот представьте, такая история. Фактически, да, здесь старобрядцы жили именно монастырскую жизнью. Здесь когда-то был женский монастырь изначально, вот строился именно вот эта территория у нас, она когда-то принадлежала селу Черкизово, опять-таки, вот старобрядцы, старобрядческая община взяла в аренду эту территорию, да, и построили здесь женский монастырь. Вот здесь центральный храм, вот они называли, собором даже его называли, значит, да, вот. И здесь было много корпусов, то есть вокруг, вот мы с вами здесь можем насчитать, там, раз, два, три, четыре корпуса мы с вами видим, да, четыре. И плюс еще там, где рынок, там еще были корпуса, то есть там еще, может быть, там штуки четыре-пять корпусов, значит, да. Вот, то есть большая достаточно территория, здесь в расцвет, когда был расцвет старобрядчества, соответственно, это где-то там 1800 какие-нибудь, 20-е годы, может быть, где-то по преданию здесь жил до трех тысяч женщин. Почему, значит, потому что здесь как раз была такая старобрядческая община, которая одна из крайних таких старобрядцев, радикальных, можно сказать, которые без поповцы и безбрачники. А так как они безбрачники, соответственно, у них семей нету, и поэтому, как бы, для них, вот, естественно, монастырская такая жизнь. Но здесь вот три тысячи женщин, не все монахини были, то есть здесь были, может быть, часть, может быть, там, сто человек было монахинь, там, остальные все, как бы, типа послушницы, вот, которые, как бы, вот, готовятся принять монашиство, но еще не готовы. Живут по монастырским правилам, но вот постриг такие обеты монашеские не дают, не обещают ничего. Вот старобрядческие возникают у нас при Алексея Михайловича, которого мы сегодня упоминали, вот, при Патриархе Никоне возникает. Все это связано с реформой церковной, реформой, в первую очередь, книгопечатания. Именно в те времена у нас докачательно утверждается печатание книг. И с этим была реформа книг произведена, книжная реформа. Вот, то есть происходил переход от рукописных книг, да, которые переписывали вручную, книгам печатным. При Иване Грозном, собственно, появляется первый, там, в Москву завозил станок печатный. Вот, представьте, за сто лет, примерно, до Алексея Михайловича еще, Иван Федоров, первый печатник, значит, да, такой был дьяк, значит, да, привез станок из-за Львова, там, в Западной Руси, уже с набором апостолов. То есть книга уже была набранная. В Москве напечатали его, посмотрели, и оказалось, что много ошибок. Ну, как бы, как вот там, где-то какая-то, значит, лишняя буква, союз какой-то вставленный, где-то, значит, слово потеряли, добавили, значит, да. Принципиально, вроде бы, текст такой же, но, ну, вот, ну, не такой, как в Москве, вот, сравнивают, а в Москве как по-другому все-таки. Вот, говорят, ну, как же так, в общем, беда какая-то. Ну, вот, первый вот этот вот тираж, который напечатал, там, Иван Федоров, значит, при Иване Грозном, он был сожжен, собственно, да, как еретическая литература. Иван Федоров бежал потом в Прибалтику, значит, а там напечатал, кстати, Библию очень удачно. В Прибалтике все получилось. А в Москве, значит, сто лет еще Иван Грозный повелевает провести книжную справу. И вот эта книжная справа, на сто лет про все это происходила. То есть книжная справа, когда сверить все книги, найти эталонную, как бы, добиться эталонную к земле без ошибок. И потом только вот этот эталонный вариант печатать, чтобы ошибок не было. Вот, но все это сложно очень происходило. Справа там, вот, многие в тюрьмах оказались там, из-за этой справы, вот, там, включая преподобный Дионисий Радонежский, у нас такой, настоятель вроде Сергея Лавры, тоже занимался это переводом с греческого языка, тоже там что-то перевел неправильно. Все его в ересь объединили, посадили там, в Новоспавском монастыре, сидел там под надзором, в общем, какое-то время. Патриарх Никон и Протопоп Аввакум, один из лидеров Соробрячества, они же друзьями были раньше. Они когда-то, ну, вместе в одном кружке были, там, за, как бы, вот это вот, пытались, значит, переводами заниматься и так далее. Но потом, в результате разошлись их судьбы, вот, они стали врагами, по сути. Вот. Причем Протопоп Аввакум был непростым человеком-то, он, почему он лидером стал Соробрячества? Он же был духовником царя Алексея Михайловича. Да, вот, поэтому он, как бы, некую власть имел, вот, и, как бы, считал себя тоже, ну, человеком-то сведущим, вот, во всем разбирающимся. Пытался, как бы, вот, бороться с этим реформ, который его друг бывший, вот, во-первых, Никон, проводил. Он считал, что неправильно проводит, не так надо, по-другому, по-другому. Нельзя эти книжки печатать, которые перевели, вот. А перевод сделали как раз на деньги Алексея Михайловича, царя, значит, да, он выделил огромные деньги, ездили на Восток, привезли из Греции книги древние, из древних книг греческих, сделали перевод, подстрочный перевод на церковно-славянский язык. Переводом занималось такое ученое братство в Андрейском, целый монастырь построили, Андрейский монастырь у нас есть, построили, там, значит, привезли киевских монахов, ученых, которые знали латынь, греческий язык. И они переводили, сделали подстрочный перевод, то есть, подстрочный, слово в слово перевели, как бы, не переставляя слова местами в предложении. Вот, в греческом языке это допустимо, там есть союзы, которые указывают, как бы, как ударение делают, предложение, где там, в общем, какое место ударение, как, самое известное, да, казнить нельзя помиловать, да, все знают, да, где запятую поставили, и, как бы, смысл меняется. Получилось так, что текст церковно-славянский, но не всегда понятный. То есть, вот, старобряческие, старые переводы, от которых отказались, они более такие русифицированные, более русские, более понятные, чем тот перевод, который у нас, вроде, слова все славянские, понятные. Но получился, да, да, они так вот в предложении стоят, что иногда их, в общем, и не всегда сразу поймешь, в общем, о чем речь-то вообще. Вот, и вот, ну, как бы, решили, вот, все-таки, чтобы в Елис никакой не впадать, вот, сделать прямо вот так вот, подстрочный перевод и его напечатать. Вот, как-то так решили, значит, в общем, из-за этих всех споров, вот, из-за боязни ошибиться, там, в общем, да, и так далее. Вот, и вы знаете, патриарх Никон повелел печатать эти книги. Вот, их напечатали, а русские люди их не приняли, значит, да. Вот, появляется вот эта борьба, борьба против церкви, против патриарха, который ввел это, значит, объявляется патриарх, там, слугой антихриста. Антихристом кого объявили, знаете? Петр Первым потом уже, да. А поначалу Алексей Михайлович стал антихристом, да, в народе Алексей Михайлович, вот, реформатор, на чьи деньги все это реформа происходило, значит, объявили его антихристом, с рогами рисовали, в общем, да, портреты. Еще год этот, 1666, с тремя шестерками, да, ну, на Руси всегда боялись три шестерки, значит, да, и такой год, представьте, 1666. Нехорошо же, да, точно конец света, в общем, да. Поэтому на Руси все, как бы, началось вот это движение, ну, оно связано и с некими государственными реформами, все, как бы, начинается слом такой, слом средневековой Руси. А народ, как бы, многие не приняли это, противился, там, налоги какие-то появляются, еще что-то там, деньги какие-то государство хочет, еще что-то. Народ не понимает, зачем это, заводы появляются, мужиков на заводы там сгоняли работать, да, вот, тоже многие противились, как бы, нас исторически все люди жили на селе, на земле. И поэтому появляется старобрячество, которое борется против реформ, но старобрячество оказывается вне церкви, то есть отпадает от церкви. А раз отпадает от церкви, теряет священство, вот самая беда старобрячества. И, как бы, к сожалению, и благодать Божию теряет. Сила Божия, которая нас как-то объединяет, христиан-то, вот, а когда христиане, к сожалению, отпадают от церкви, то они вот эту связь такую духовную с Богом теряют, к сожалению, да. Вот, и начинаются всякие склоки, своры, ругань, вот, в общем, без благодати люди легко, легко спорят, ругаются, вот, и единства не находят. И поэтому старобрячество очень быстро, на самом деле, нету единого старобрячества, очень быстро делятся на всякие там внутренние такие, внутристоробряческие какие-то движения, толки так называемые, они их называют толки, согласия. Любой там мужик, какой-то лидер, значит, пишет какие-то уставы свои, и здесь мы находимся на территории Феодосийца, Феодосийца, который вот написали такой устав, Феодосий был, девчонок такой, написал устав, по которому вот попы не нужны, потому что попы законные были только до патриарха Никона, после патриарха Никона уже попы незаконные, безблагодатные, потому что церковь впала в ересь, по его мнению, значит, да, ну, по мнению старобрядцев, вот, в связи с этими реформами, реформы обрядов проведены были, там, двуперстия, да, два перста поменяли на три перста, вот, смысл не поменялся, на самом деле, потому что два перста, это, мы воспоминаем Иисуса Христа в двух естествах, Бога и человека, а, сравнительно, внизу три перста складывают, знак Троицы, вот, а мы складываем наоборот, значит, у нас три перста на первом месте стоят, знак Троицы, да, вот, а два перста мы прижимаем к ладони, тоже, опять-таки, символ того, что, вот, Иисус Христос в двух естествах, Бога и человек, без поповцев, как, у них есть лидеры, да, у них мужики, у них, они считают, что народ Божий может молиться без священника, все христиане, все священники, вот, и они выбирают, община выбирает мужика, который руководит этой общиной, который разбирается в богослужебном уставе, и, как бы, может руководить службами, службы все равно совершаются, как у нас, у нас же, вот, кто в храм-то ходите, да, кто-то ходит в храм-то, вы же видите, там, на клиросе певчие поют, они же не священники, женщины поют у нас, миряния, правильно, чтец читает, там, каноны читает чтец, тоже не священник, чтец, мирянин, вот, все, что можно, мирянину, как? Вот без таинства. Все, что можно прочитать и пропеть, они все поют и читают. А таинств у них нет, потому что священника нет. Совершитель таинства – это священник. У них священников нет. И, соответственно, у них остались два полутаинства. Мирское крещение, которое в крайнем случае миряне могут совершать. Все миряне могут покрестить. Если человек умирает, в роддоме младенец умирает, то, в принципе, если вы сами полноценно крещеные, христианин, то вы можете совершить крещение. Для этого вода нужна, желательно святая, хотя бы простая, если есть. Ну и молитвы какие-то произнести. Отче наш, как Богородец Девород, символы веры, какие-то кратенькие молитвы почитать. Ну и троекратно, собственно, облить, окунуть. Произнесение формулы крещения. Крещается раб Божий, бори своими отцами, и сынами, и святаго духами. Аминь. Вскрещение в знак Троицы у нас совершается. Вот они это совершают. А почему священника у них нет? Ну, вот до патриарха Никона, то есть у них священники законные были. Был священник раньше у них. Ну да, но помер. Протопопа Аввакума был священник. Он помер, все, нету больше. 300 лет они живут, 350 лет без священника. А там разуме отретроление. Да, то есть священники вымерли, а новых они не принимают. Новые у них не считаются законными. А старые все вымерли, да. Да, то есть вот. И поэтому, собственно, они привыкли, они считают, что можно жить и так. Можно жить и так, потому что конец света у них там, 350 лет продолжается конец света. Антихрист правит миром. В общем, все очень сложно. Вот, они как бы вот так, в общем, в подполье находятся. Вот, поэтому, в общем, как-то у них все, все, все вот шиворот на выворот. Без таистов. Аввакума? Да не сожгли его там. Ну, его, да, там его несколько раз ссылали в ссылку. Причем, Алексей Михайлович, он как бы, он же духовник его, вот, он его несколько раз прощал там, возвращал там. Его ссылали в Забайкальский край, вообще там, вот на китайскую границу, за Амур там. В общем, очень далеко там. Туда там полгода ехать, в общем, да. Вот. Потом его вернули в Москву. Потом на север вот сослали. Соловки. В общем, ну, к Соловкам, но не на сами Соловки там. Вот. На север, в Архангельск, куда-то, в общем, край сослали. И вот там уже, да, его там в яму посадили. Это обычная, яма, это обычная на Руси была тюрьма, как бы, то есть яма. Вот. Ну, соответственно, а в яме заморили дымом. Вот. Заморили дымом. Вроде как сам, значит, помер, вздохнулся, в общем. Продолжение следует.